Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Как порой бывает справедлива жизнь, время расставляет все по своим местам и становится понятно, кто добивается успеха по-настоящему, а кто создает лишь видимость. Певческая карьера Ольги Бузовой закончилась там, где начиналась – на поляне Дома 2. В связи с карантином гастроли Бузовой по стране были отменены. Когда она даст свой следующий концерт, неизвестно. Певице ничего не остается делать, кроме как петь перед участниками проекта, как в старые добрые времена. В компанию к участникам, которые люди подневольные, попали зрители телестройки. И в вечернем эфире Дома 2 поклонники реалити-шоу смогли увидеть, какова Бузова на сцене в ее любимом образе звезды. Звезда была на подъеме и, на удивление, смогла создать позитивное настроение тем, кто досмотрел выпуск до конца. Возможно, теперь многие антифанаты Бузовой посмотрят на ее творчество с другой стороны. А ведь незапланированный перерыв в карьере может плохо повлиять на успешность и популярность телеведущей. Будут ли поддерживать ее подписчики и ее люди, если Ольга перестанет выступать на сцене? Бывший участник Егор Халявин обратился за помощью Ксении Бородиной и руководству канала ТНТ. Парень просит телеведущую и ее начальство помочь материально Ольге Васильевне Гобозовой, которая еле сводит концы с концами и до сих пор не может выплатить кредит Андрея Чуева. Пока неизвестно, поможет ли проект бедной женщине. Возможно, Дом-2 и поможет, но Ольге Васильевне придется отрабатывать деньги в эфирах реалити-шоу. Любовь к загулам и изоляция жителей Поляны зло подшутили над Валерием Блюменкранцем. Догадался же в период карантина нарушить правила и три дня тусить с Денисом Новиковым. Тут еще, как назло, пришлось ведущей Ксении Бородиной давать интервью, что на съемочных площадках Дома-2 приняты все меры безопасности и борьбы с эпидемией. Потому в сторис показал Валера справку, что избавился от пагубной привычки. Вернуться Валере очень нужно. Отношения с бывшей женой Татой и тещей по поводу алиментов очень напряженные, тем более, что Тату не один раз приглашали на шоу Бородина против Бузовой. Но она не соглашалась, что и рассказывал сам Блюменкранц. Да и Анну Левченко, который сделал накануне предложение, красочно показанное в эфире, крупно подставил Блюменкранц. Теперь все зависит от того, пойдут ли создатели телешоу Дом-2 навстречу участнику Валерию Блюменкранцу. Хотя в сети многие сомневаются, что от любви к зеленому змею и гулянкам он реально избавился. Пока супруга Иосифа Аганесяна печалится и с тоской смотрит на океан, сам Иосиф занимается чем угодно, лишь бы быть подальше от Александры Черно. Вот и сегодня Аганесян нашел себе занятие и отправился с Алексеем Купиным на почти романтическое свидание, на котором решил выяснить, когда же на проекте появится Евгения Шамаева, бывшая супруга Степана Меньшикова. Казалось бы, какая разница Аганесяну, придет на Дом-2 Шамаева или нет? Лучше бы свою личную жизнь налаживал, но нет, очень уж хочется Иосифа быть в курсе всех событий, чтобы в нужный момент вставить свои три копейки и подпортить настроение своему конкуренту по эфирам Степану Меньшикову. Аганесян позвонил Шамаевой и с восторгом сообщил ей, что оказывается все парни проекта с нетерпением ждут ее появления на Доме-2. Интересно, а себя Аганесян относит к парням, которые якобы ждут Евгению или он не из их числа? Как вы считаете? Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк! Интересная новость с сайта. Шлок еще один участник зря потратил несколько месяцев, прожив на телепроекте под камерами, но не обретя стабильный заработок или крепкие отношения. Никита Платонов покинул проект. Парень попрощался с зрителями, опубликовав в социальных сетях пост о своем уходе. Как обычно бывает у тех, кого выгоняют за ворота с разбитыми надеждами, Платонов первым делом поблагодарил проект за полученный опыт и возможность осознать свои минусы и плюсы, познать самого себя. Никита считает, что Дом-2 сильное место, которое учит отстаивать свою позицию и налаживать коммуникации с разными типами людей. Свою цель построить любовь на проекте Платонов не выполнил, видимо его выгнали на голосование, ведь он попал в номинацию с сильными участниками. Платонов заявил, что его вскоре можно будет увидеть на других телеканалах. Он продолжит искать свое место в жизни. Мог ли Никита стать ярким участником или он показал весь свой потенциал? Как считаете? Жду ваши комментарии. Будущая дважды мамочка Дома-2 находится на грани. В последнее время Ольге Рапунцель все чаще пишут о недостатках и проблемах воспитания маленькой Василисы. И судя по всему, мириться с этим сама Оля больше не намерена. Рапунцель заявила, что готова засудить всех, кто пишет гадости о ее дочери. Хейтерам, которые досаждают ее семье, участница Дома-2 посвятила разгромный пост. Так Оля не просто призвала всех недовольных отписаться от ее страницы, но и заверила, ее наследница живет получше, чем многие по ту сторону экрана. К слову, в свете карантина и непростой ситуации в стране Рапунцель не удержалась от колкости. Молодая мамочка посоветовала недоброжелателям подумать о том, что они будут есть завтра, вместо того, чтобы заглядывать в рот ее дочери. Фанаты Ольги Бузовой нередко совершают безумство для своего кумира. Ради Ольги делают тату, ей посвящают стихи и даже песни, и это не считая сотни подарков, писем и посланий в директ. Впрочем, поступок одного из самых преданных поклонников звезды вышел за рамки обыденного. Мужчина потратил баснословную сумму порядка 3 миллионов рублей на пластические операции, и все это ради того, чтобы добиться максимального сходства с Ольгой. Пользователи социальных сетей убеждены, помешанному на Бузову поклоннику это удалось. Несмотря на то, что сходство вряд ли можно назвать полным, отрицать очевидное бессмысленно. Более того, походить на своего кумира мужчина теперь, как видно, намерен не только внешне. По сети уже разлетелся ролик, на котором клон Ольги во время зажигательного танца повторяет ее мимику и даже сценические движения. Беременные участницы Дома 2 опасаются перспективы рожать на Сейшелах. Впрочем, если Ольга Рапунцель все же готова к такому исходу событий и даже нашла общий язык с лечащим врачом, Александра Черно рвет и мечет. А недавняя поездка в больницу лишь усугубила ситуацию. Черно сдала анализы, результаты которых расстроили не только ее саму, но и медиков. Как стало известно, гинеколог настаивает на немедленной госпитализации будущей мамочки и в первую очередь для того, чтобы она приступила к снижению веса под пристальным наблюдением медперсонала. Судя по всему, врач Саши в Москве придерживался иной тактики и именно поэтому девушка так рвется домой. По слухам, участница Дома 2 уже обратилась в посольство, где ей помогли выбраться Сейшел. Между двумя поклонниками на один случился конфликт. Андрей Григорьев-Аполлонов недавно попал в больницу на один день, а тем временем Леша Безус весь день ходил вместе с Надин связанной с ней резинкой. Участники стали первыми, кого коснулся новый эксперимент, и Леша остался доволен, а вот Надин предпочла с ним не связываться. На следующий день после больницы вернулся Андрей и тут же выразил недовольство тем, что в его отсутствии Леша ухаживал за девушкой, объявив о своей симпатии. Мужчина считает, что раз он объявил о своей симпатии, то Безус должен был отойти в сторону и не пытаться увести красотку в отсутствие конкурента поблизости. Ты что себе позволяешь? Как гнида мелкая себя ведешь. Воспользовался ситуацией, когда меня вчера отвезли в больницу. Я тебе ноги оторву, она от тебя и так и так уходит. Это моя баба, не подходи к ней, не липни. Я смотрел концерт Бузовой и на Бородина против Бузовой видел. Она от тебя отсела, аж слава богу, не подходи к ней, пожалуйста, заявил Григорьев Аполлонов. Безусу ничего не оставалось, кроме как начать оправдываться, но оправдания разгневанного Григорьева Аполлонова не волновали. В конце концов Безус уже приготовился к драке, чтобы доказать, что он не совершил ничего криминального. Стоит отметить, что Надин в любом случае не собиралась связываться с Безусом всерьез. К девушке обратилась Милена Безбородова, которая воззвала к женской солидарности и попросила не встречаться с Алексеем. Да и репутацию Безуса на проекции трудно назвать такой уж положительной, чтобы девушки хотели с ним строить отношения. Пример Милены Безбородовой мало кого впечатляет, тем более, что Леша сам открыто признался, что просто экспериментировал с Миленой. Валера Блюменкранц уверяет, что его совершенно напрасно обвиняют в невнимании к дочери. На самом деле он постоянно пытается выйти на связь с Бетти, но Тата ему препятствует. По словам мужчины, он почти каждый день пишет бывшей супруге и расспрашивает про дочь. Звонить он не может, потому что телефон попадает ему в руки после полуночи. Мужчина рассказал, что после возвращения из Сейшел, когда еще не объявили режим самоизоляции, Ксения Бородина разрешила, чтобы Тата с Бетти погостили на шоу. Но Тата придумала разные причины, лишь бы не привезти дочь. Так что ситуация вырисовывается не очень красивая, и Валера сам не знает, что делать в этой ситуации. Также Валера рассказала о том, как приехал в гости к дочери в последний раз. Бетти спала и даже не узнала, что он приезжал, а Тата встретила его агрессивно. Они 40 минут ругались, и в итоге он не выдержал и уехал. Пользователи сочувствуют молодому отцу, у которого еще и в личной жизни возникли серьезные проблемы. Анна Левченко недавно бросила избранника. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Пока!